Проблема с канализационными стоками возникла в кадровике уже давно и, казалось, была решена постройкой нового коллектора. Проконтролировать его работу в поселок 16 апреля приезжал даже губернатор области. Не успело местное население порадоваться, как та же проблема буквально всплыла уже в другом месте. Огромные добавочные стоки, конечно, свое влияние дали. Потому что и плюс дождевые, ливневые дожди, вот эти ливневые страшные дожди, ну не такие уж и не страшные, два дня они шли у нас практически. Да, хватило. Естественно, дышечка не справилась. И вот 10 мая мы обнаружили первый плещущий, выхлест из колодцев. И с каждым днем все больше и больше и больше на данный момент. Вот сейчас вы сами видите, вот это вот эти болота, вот эти болота возле школы, вы сами видите, чувствуете какой этот запах, да? Вот болота с той стороны школы за линией, вы, наверное, снимете, это тоже покажете, да? Вот эти болота, которые стоят с этой стороны на пустыре, все это сейчас здесь копится, школа, садик, садики в подвале уже вода. Все это опять в нашу ливневую канаву, вот там подальше у нас затоплены огороды, это вы тоже сегодня снимете, покажете. В общем, это беда. Выяснить, почему так произошло, мы пытались в гороводоканале Копейска. Однако на момент подготовки материала связаться с ответственными лицами так и не удалось. Как объяснили сами жители, канализационные воды разлились потому, что новый коллектор направил поток в старую инфраструктуру городской канализации, которая не справляется с такими объемами. Почему поднимаем эту проблему? Потому что город сам в данный момент с финансовым положением городским просто не справится с прокладкой новой этой линии. А она, это все, это первый звонок, этот звонок, он превратится в очередную экологическую катастрофу, если ничего не делать. То есть нас зимой заново затопит, это обязательно затопит, потому что все это попадает в нашу ливневую канаву. Нас затопит, и будет очередная вот эта экологическая катастрофа с курладами и с подтоплением земельных участков. Вам страшно ждать следующей зимы. Сточные болота на сухом участке между школой и детсадом разлились как раз на месте будущей детской площадки. Вновь заболочены огороды, размыты дороги и начинают разрушаться дома. Дети, идущие в школу, соскальзывают по размокшей земле в образовавшиеся канавы. Позавчера утонул, разревелся, пришел домой, потому что провалился. Но сейчас кругом ходит вокруг, по дорожке, по асфальту, все обходит. Стараемся, конечно, на машине подвозить к школе. Некоторые дети купаются здесь, сама видела лично. Прям, ну, конечно, через дорогу, прям дети раздеваются и купаются. Младшим школьникам сложно объяснить, что тепленькая водичка в новообразованных водоемах может нанести вред здоровью. А вот воспитанники соседнего детсада оказались заложниками ситуации. После дождей у них прохудилась крыша, группу сверху всю залило. И группу, и спальню. Дети спят в мокрой комнате, в группе не включается свет, никакие приборы, потому что нельзя включать. И плюс полный подвал в садике воды. Мы это ходили, смотрели, и это очень ужасно. К тому же у меня ребенок состоит на учете уфтезиатора. Она полгода с сентября по март вот этого года пролежала в диспансере в Челябинске. Сейчас она до сих пор находится на учете, и вот этим вот всем она, получается, у меня дышит. В помещении садика сырость и плесень. На улице ужасный запах от канализационных вод. Одинокая мать двоих детей согласна переехать, но дом купольный ей на материнский капитал как раз стоит напротив ветки трубопровода с разлившейся канализацией. Такие земельные участки в кадровике никому не нужны. Поэтому жителям частного сектора ничего не остается, кроме надежды. Надежды на следующий приезд губернатора.